Девчонки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина, кто еще меня не знает, и сегодняшнее видео я буду делать вот этот макияж на лето в бронзовых тонах, да, в бронзово-золотистых тонах, наверное, и оставайтесь со мной, если вам это интересно. Ну, для этого макияжа я приступаю, и я нанесу вот такой тон от Make Up For Ever. Этот тон еще для моей кожи подходит, потому что я еще не совсем загорела, так что цвет у меня N140. Так, я наношу на тыльную часть ладони и буду наносить кистью от Real Techniques на все лицо. Так, тон я нанесла, теперь я нанесу консилер светлый под глаза, у меня от ELF, совсем немного. То же самое, вобью его этой же кистью. Теперь все, закрепим пудрой. Я возьму минеральную пудру от Everyday Minerals, нанесу более светлый под глаза. Так, мне потребуется поменьше кисть. И теперь более темный оттенок. Так, бронз я возьму, тоже это финишная пудра, я нанесу на все лицо. Очень удобно наносить вот такой большой кистью. И так же не забываем нанести немного на шею, чтобы не было большого перехода. Я сделаю небольшое контурирование тинтом для кожи, тоже от Everyday Minerals, Poised to Perfection называется, тоже минеральный корректор, как бы так скажем. И я сделаю это такой легкой кистью. Она вообще для румян, но мне удобно делать контурирование. Наносим и хорошо растушевываем. Так как макияж у нас такой более летний, я бы сказала бы вечерне-летний, и все у нас будет в бронзовых тонах, чтобы подчеркнуть загар. Также немного на лоб, по линии роста волос. И кисточку под меньшую я взяла, сделаем контурирование носиком. Вот, кстати, я уже загорела, я вижу, что у меня нос, как будто немножко кожа начинает шелушиться. Поэтому надо не переборщить. Также под нижнюю губу я наношу. И теперь я возьму палетку от Sleek Makeup. Называется Dancing Till Dusk, то есть здесь и тени, и румяна есть. Я возьму вот этот цвет, он такой оранжево-коралловый, как раз подойдет для летнего макияжа в бронзовых тонах. Да, и вот здесь очень удобно, здесь тоже есть зеркало. Так, ну вот у меня лицо, в принципе, уже выглядит более загоревшим и свежим. Ну и как же такой макияж обойдется без хайлайтеров? Тоже в помощь у меня идет Sleek Makeup палетка хайлайтеров. И также здесь есть один бронзер, который... Вот этот бронзер имеет такую компактную пудровую текстуру и три кремовых. Я возьму белый, самый светлый, нанесу над верхней губой, совсем немножко. И цвет следующий, Renaissance Gold я нанесу на спинку носа. Он не имеет блесток, а такое нежное-нежное мерцание. И также этот же оттенок я нанесу на подбородок. Да, очень удобно наносить пальчиками, кстати. И теперь оттенок Royal Gold. Здесь вот уже идут такие как блесточки. Тоже нанесла на пальчик и нанесу над скулой. Он такой... Он вообще как золотистый цвет идет, но сами блесточки, они белые, мне так кажется. Но они достаточно мелкие. Так, ну и завершающий штрих я сделаю оттенком, который идет пудровый, как сухая, такая сухая текстура. Я возьму кисточкой и нанесу на поверх румян, совсем чуть-чуть, потому что, чтобы придать такой золотой блик. Так, ну все, я вся такая загоревшая теперь. А вот и все, лицо уже готово. Хочу оформить губы. Я возьму миниатюрку, вот такую помадку от Jane Irredale, Just Kiss Lip Plumber. То есть для увеличения губ он... Вот эта помада идет с эффектом увеличения губ. И такой вкус, как будто, я не знаю, как горится, внутри содержится. Но... То есть, чтобы шел прилив крови к губам, и они увеличивались. Но я в это не верю. И да, кстати, цвет Rio, и такой телесно-коричневый цвет, наверное, он. Поверх этой помады я нанесу от Make Up For Ever увлажняющая помада Rouge Artist Natural, называется, в номере 38. Это достаточно у меня уже старая помада, здесь ее уже осталось совсем немного. Но она мне очень нравится на лето. У нее есть такое мерцание. И то есть, если ее наносить на коралловую помаду, она делает коралловый цвет более нежный. Вот сейчас на такую, на коричневую, тоже делает телесно-золотистый цвет. А можно вылезти немного за контур. Губ, потому что она светлая, и чтобы сделать более пухлые губки. Теперь я буду наносить минеральный праймер на глаза. Так, смотрюсь в камеру. Наношу и пальчиками быстро это все растушевываю. Очень мягкий праймер от фирмы ELF. Да, если я не сказала. Очень мне нравится. Я беру палетку от ELF Eyes Lips Face Palette. Это геометрик, 18 цветов. Вообще, я ею очень редко пользуюсь, но меня сейчас интересуют вот эти оттенки. Бронзовые и золотые. В этой палетке я беру золотой цвет, но не совсем темный. Такой, можно сказать, светло-золотой. Даже желтый немножко. И наношу на верхнее подвижное веко. На веке он смотрится гораздо светлее. Под бровь я нанесу более светлый оттенок. Он уже практически без цвета. Он даже такой немного белый, наверное. И на внутренний уголок глаза тоже я его же нанесу. Переходим к нижнему подвижному веку. Я воспользуюсь палеткой от Sleek Also Special. Здесь также есть бронзовый, бронзово-коричневый оттенок. Он с шиммером. И я наношу его на нижнее веко. И этим же оттенком я нарисую себе складку. Потому что у меня ее нет. Чтобы сделать взгляд более глубоким. И я когда крашу, я глаза не закрываю. Чтобы мне видеть, насколько высоко мне нужно это прорисовывать. Теперь я затемню, наверное, внешний уголок глаза этим же оттенком. Так, второй глаз точно так же. И теперь хорошенько мне требуется чистой кисточкой и светло-золотыми тенями растушевать границу. И да, девочки, брови я оформила за кадром. Я нанесла просто гель для бровей от Catrice. Без карандаша, просто гелем. И теперь я опять воспользуюсь палеткой хайлайтеров. Бронзовым пункт с сухим продуктом. И кисточкой я нанесу на верхнее веко, именно посередине. Как бы я вобью немного этого цвета золотого, бронзового. Он очень-очень красиво тоже смотрится как на лице самому, вот сюда я наносила, так и на глазах. И в одну линию глаза я прорисую белым карандашом Каял от Catrice. И теперь я воспользуюсь черными тенями и сделаю как подводку, совсем чуть-чуть, на сухую. То есть я не буду пользоваться жидкой подводкой, ни кремовой, ни карандашом. Потому что так получится более мягкий взгляд, мне кажется. И так же на верхнем веке. И я довожу саму линию практически до середины глаза. Не до конца. Макияж практически готов, остались только реснички. Тоже беру тушь от Sleek Makeup. Да, у меня большинство продуктов от Sleek получились. И прокрашиваю. Можно сделать накладные реснички, но так как это лето, мне кажется, накладные будут не особо смотреться. И просто прокрашиваем реснички. Девчонки, ну вот, готов макияж. В таких бронзово-золотых тонах на лето, как я и хотела. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.